МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сессия в дыму. Львовский гурсовет забросали дымовыми шашками, чего требуют активисты. Дни Крыма в Пасекаке. Заявления об оккупированном полуострове звучали на заседании в Страсбурге. Еще один нардеп может угодить за решетку. Генпрокурор Юрий Луценко внес представление в парламент о привлечении к уголовной ответственности и арест Михаила Добкина. В чем его обвиняют и какова позиция народного депутата, мы расскажем чуть позже. Материал готовится к эфиру. А в гурсовете Херсона прошли обыски. В кабинете одного из руководителей аппарата мэрии сотрудники СБУ изъяли наличными 90 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 364 тысячи гривен. От кого подозреваемый получил эту наличку, следователи как раз выясняют. А с обыском они прижили в связи с расследованием дел о присвоении имущества, подлоги и злоупотреблении служебным положением. Об этом в фейсбуке сообщил пресс-секретарь главка СБУ Херсонской области. Чиновников гурсовета подозревают в хищении 5 миллионов бюджетных гривен, которые должны были пойти на строительство и ремонт объектов культуры и образования. Здание львовского гурсовета сегодня было окутано дымом. Возле ратуши активисты сжгли дымовые шашки. Чего добились и добились ли, узнаем у Галины Якушко. Густой дым окутал стены львовской мэрии. Активисты бросили несколько дымовых шашек возле фасада. Они пришли, чтобы выразить свое недовольство так называемым Вече, который мэр Львова Андрей Садовый созвал в воскресенье в свою поддержку. Вече проходило в тот момент, когда на соседней улице горожане прощались с погибшим бойцом АТО. Участники сегодняшнего пикета считают, таким образом мэр выразил неуважение к друзьям и родственникам погибших на фронте. И важнее всего для него политический пиар. Гальба! 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 Но городской голова Андрей Садовый на действия пикетчиков не отреагировал. У него сегодня судьбоносная сессия. Депутаты решают, лишится ли мэр своей мусорной монополии. Ранее премьер-министр Гройсман предложил, чтобы львовским мусором занимались областные власти. Садовый против. Депутаты, напротив, поддерживают предложения по передаче полномочий по вывозу отходов, раз уж мэр не справляется. Ранее премьер-министр Гройсман не справился за год после трагедии с проблемой сметки. И поэтому мы должны отдать эту важность сегодня. По поводу решения депутаты совещали 6 часов. Наконец проголосовали. Заниматься вывозом мусора из Львова теперь будет областная администрация. Два последующих года. Ну а пикетчики ждать, пока мэр Садовый освободиться не стали. Свернули плакаты и разошлись сразу после того, как догорели дымовые шашки. Галина и Кошки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Около 2 триллионов гривен. Такова сумма ущерба, которую нанес Украине беглый президент Виктор Янукович. Эту сумму обнародовали на заседании Оболонского райсуда столицы. Сам беглец на слушание снова не явился. И судьи приняли решение заочно судить Януковича. Все видела Александра Васильченко. В деле о госизмене Виктора Януковича начат процесс заочного осуждения. Такое решение сегодня принял Оболонский райсуд столицы. Соответствующее ходатайство внесли прокуроры после того, как обвиняемый второй раз не принял участие в заседании. Обвинение судей уже в который раз требовали, чтобы Янукович присутствовал на процессе или давал показания в режиме видеосвязи. Напомню, процедуру заочного осуждения могут применить, если подозреваемый дважды проигнорировал заседание и дело по сути. В свою очередь адвокаты выразили недоверие судям и потребовали явиться в зал генпрокурора Юрия Луценко. Но с какой целью защита так и не смогла объяснить. Позже защита показала, Материалы увесистые, 4 тома. По их словам, там расписаны причины неявки беглого президента в суд. Якобы Януковичу угрожают. Говорят, в документах собраны доказательства и показания свидетелей о покушении на экс-президента во время его бегства в Ростов в 2014 году. Все эти материалы адвокаты собирались обнародовать до принятия решения в заочном осуждении, но не успели. Теперь утверждают, решения Болонского райсуда будут оспаривать в Европейском суде по правам человека. Решение о использовании заочной процедуры, которую Генеральная прокуратура пыталась уже три раза протягнуть через суд, было принято. Это решение противоправное. Это решение открывает защиту дверей до Европейского суду по правам человека. И это решение, которое было недоцельным в данном судовом заседании, оскільки все видели, мы уже шестый раз слушаем данную справу и слушали належным чином без соответственного решения про заочное заседание. Рассмотрели сегодня на заседании обвинительный акт. Адвокаты потребовали от суда, чтобы прокуроры прочитали его в полном объеме. Из документа следует. Януковича обвиняют в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины. Рассказали прокуроры и о том, как Янукович бежал из Украины и уже там вступил в сговор с властью России. Как аргумент приводят пример письмо беглеца к президенту Владимиру Путину с просьбой везти войска на территорию нашего государства. По версии обвинения, ущерб, нанесенный в результате действий беглого президента, 1 триллион 800 миллиардов 352 миллиона гривен. Сегодня был зачитан полностью обвинительный акт стороны обвинения. После этого был визначен обсяг исследования доказов. Было установлено, что, во-первых, будут изучаться письмовые доказы, документы, речевые доказы, выставки экспертов, аудио, видео, материалы со стороны обвинения, в первую очередь. Потом со стороны защиту также письмовые доказы. Если обвиненный Янукович вернется к Украине и вернется к суду, то судовый процесс будет с самого начала. Следующее заседание, по сути, состоится уже 6 июля. К этому времени суд попросил предоставить все дополнительные письменные, аудио, видеоматериалы до судебного расследования. Александр Васильченко, Даниэль Косаковский. Подробности в телеканал Интер. А вот какие убытки нанес в стране свирепствующий третий день вирус Петя-А пока не установили. Нацполиция только подсчитали количество обращений. Их около полутора тысяч. От банков, торговых сетей, предприятий и обычных пользователей. В Кабмине, к примеру, сегодня заявили о повторной кибератаке, но ближе к вечеру все опровергли. Кто же автор кибератаки, кто ее возможный, исполнитель и кому она была выгодна? Разбиралась Ирина Романова. Во счет банки, который во вторник тоже подвергся кибератаке, сотрудники сегодня работают в консультационном режиме. Зарплаты и пенсии пока не выдают. Оплатить коммуналку нельзя. Когда банк вернется к полноценной жизни, при службе сказать не могут, но успокаивают. Деньги клиентов в сохранности волноваться не стоит. Государный банк поступово отновляет свой функционал. У нас, как работал, так и продолжает работать процессинговый центр. Клиенты имеют доступ к своих денег, которые находятся на кратковых рахунках. Практически полностью отновлено работы банкоматной мережи. Не покладая рук, уже третий день трудится и атишник информационной службы Интера. ПТА заразил половину серверов, говорят в эти отделе. Больше всего пострадали офисные документы. И хотя выпуск новостей обеспечили сразу же, попотеть борцам с вирусом еще придется. На текущий момент процентов 40 восстановлен. Повреждены были загрузочные диски. Системы были переустановлены. Восстановлены с бэкапов. Все заработало. Шифровка данных, файлов с данными. Вот это проблема. То есть пока на текущий момент ключа для расшифровки нет. ПТА-вирус куда более опасный, чем его предшественник, с которым украинцы познакомились два года назад. Если ванна КРА использует один вредоносный код, то Петя атакует компьютеры сразу тремя. Прокомментировал случившийся главный эксперт ООН по киберпреступности Нил Олж. Поэтому и дешифровать его куда сложнее. По его словам, новая атака угрожает всем предприятиям и частным пользователям сети, всем экономикам и государствам. Без исключения. Свидетельство этому уже атакованные вирусом индийские порты, российские нефтяные компании, а также страны Европы. Впрочем, туда он проник именно из Украины, уверены в Федеральном ведомстве по безопасности информтехники Германии. Здесь же опасный вирус распространили через обновление хорошо известной всем бухгалтерской программы МИДОК, которую компании используют для передачи отчетов в налоговую. Украинские эксперты уверяют, программа МИДОК тоже стала жертвой внешнего заражения. Как утверждает Майкрософт в своих технических блогах, сервера МИДКа, они пострадали в первую очередь. Очень сильно сомневаюсь, что это украинские хакеры, и скорее всего, что это не хакеры. И я не исключаю того, что это возможно где-то со спецслужбами связано. Ну, российскими, скорее всего. Судя по тому, что пострадал в первую очередь корпоративный сектор, я могу предположить, что это целенаправленная атака на экономику Украины в целом. Автор этого вируса пока неизвестен. Это модификация, новый вариант старого вирусовымогателя Петя, который, как уже установлено, российский. Но конкретно эта атака пока непонятно, откуда исходит. Уже очень многие страны, не только Украина и Россия, но и Испания, в Франции, в Америке появились многие жертвы в Голландии, в Дании и в других странах. Однозначно можно говорить, что данный вирус не преследовал коммерческую сторону составляющей, потому что уже известно, что даже если туда отправить деньги, вы не получите код активации. Я не буду говорить, что это для экономических каких-то угроз. Я больше все-таки считаю, что это для моментов определения, насколько мы можем быстро справиться с такого рода кибератаками. В киберполиции сегодня читались жалобами на вирусную атаку, обратились уже полторы тысячи компаний, частных и государственных. Сами не справляются, привлекли специалистов из-за рубежа. Специалисты киберполиции вместе с проведенными фаховцами отчизненных IT-компаний, а также с зарубежных организаций, как компания СИСКО и Европол, докладывают максимум усилий для подолания наследов, а также работают над созданием декриптора для расшифровки файлов, которые были урожены, инфекированы и зашифрованы шкодливым программным обеспечением. А так, как говорят эксперты, в очередной раз показала, что кибербезопасность в Украине не на высоте. И советуют работодателям не экономить на специалистах. Специалистов, конечно, нужно брать. Нужно для начала понимать процесс распространения вот этого вируса. Как он прошел через кучу систем лицензированных. А пока в компаниях ожидают десуфровальные программы и подсчитывают нанесенный ущерб. Ирина Романова, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. СБУ и МВД должны наконец определиться, кто отвечает за защиту украинского киберпространства. Об этом заявил лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко. По его словам, хакерская атака в Украине продолжается до сих пор. Особенно пострадал фондовый рынок страны. Наливайченко уверен, что в Украине должна быть создана единая организация киберзащиты, в которую войдут молодые специалисты. Такие структуры, по словам политика, давно работают в развитых странах ЕС. Дуже важно и СБУ, и МВС не обшуки проводить в компьютерных кампаниях украинских, приватных, а залучить величезный потенциал украинских разработчиков, виробников программного забезпечения сейчас для терминовых контрзаходов. Важно это сделать в нашей стране. Тогда мы станем более защищенными. Лицензованное программное забезпечение, центр координации кибербезпеки и фахивцы. Кибератака в Украине была направлена на то, чтобы парализовать страну, а не заработать деньги. Об этом пишет The New York Times. И в частности, приводит высказывание сотрудника одного из авторитетных американских технологических компаний о том, что, цитирую, никто не нападает за день до Конституции без всякой причины. И главной задачей преступников, по мнению издания, было посеять хаос в Украине. И сегодня же Петр Порошенко подписал так называемую стратегию кибербезопасности Украины. Как говорится в документе, сейчас участились политически мотивированные атаки на правительственные и частные сайты. И все из-за присутствия в украинском информационном пространстве компаний, связанных с Россией. Поэтому цель стратегии – создание условий для безопасного использования киберпространства нашей страны. НАТО поможет Украине усилить кибербезопасность. Об этом сегодня говорили на встрече министров обороны стран Альянса в Брюсселе. Там же с визитом находится и министр обороны Украины. Что еще обсуждали, расскажет Алексей Пшемызский. Новое оружие нового времени. НАТО предоставит Украине оборудование и технологии для усиления киберзащиты. Пока что на сумму в 1 миллион долларов. Еще вчера генсек Альянса Йенс Стонтелберг призвал членов НАТО усилить киберзащиту Украины после нападения вируса Петя А. Борьба с кибертерроризмом наравне с российской агрессией. Главная тема встречи министров обороны НАТО. Украина подверглась сильнейшему удару вируса и мы готовы оказать помощь, чтобы усилить кибербезопасность страны. У нас есть эксперты и технологии и наши партнеры готовы оказывать Украине поддержку и делиться опытом, а также проводить совместные учения. Мы также усиливаем присутствие Альянса в Балтийском регионе и Польше. Кроме того, НАТО наращивает свое присутствие в Черном море. За минувший год Альянс уже увеличил расходы на оборону на 46 миллиардов долларов. Сегодня здесь штаб-квартире НАТО. Говорили и о увеличении контингента в Афганистане. В ближайшее время США планируют направить туда 5000 военных, а Евросоюз – инструкторов. Афганистан попросил нашей помощи, и мы не должны оставаться в стороне. Европе следует ответить, ведь там до сих пор есть угроза. Сегодня мы объявим об увеличении контингента на 100 человек. В основном это будут инструкторы. Во встрече принимал участие и министр обороны Украины Степан Полтарак. Он также уже встретился со своим канадским коллегой, где также обсудили ситуацию на Донбассе. Позже у министра обороны Украины запланирована и встреча с генсеком НАТО, где также будут говорить о ситуации в зоне АТО. Из Брюсселя Алексей Пшимызкий, Иван Ермаков. Подробности – телеканал Интер. Гуманитарная катастрофа в Торецке Донецкой области. В городе уже десятый день не хватает воды. Местные власти говорят о возможной вспышке инфекционных заболеваний. Проблемы начались после того, как боевики повредили водопровод. Подробнее расскажет Геннадий Вивденко. Жительница Торецка Зоя Васильевна ведет к своей квартире на пятом этаже. На третьем уже нет воды. Полторы недели водоснабжения нет и у нее. Вот баклажки приготовили на сегодня. В каждом доме в 30-тысячном городе такая же ситуация. Ситуация у нас практически критическая. Многие районы у нас получают воду почасово. Это может быть час, два часа буквально в сутки. Многоэтажные дома тоже очень сильно страдают. Вода выше третьего этажа не поднимается. В некоторых случаях даже выше первого этажа. Это центральный водораспределительный узел города Торецка и для его окрестностей. В день перекачивает 15 тысяч кубометров воды. При этом столько же почти вытекает через пробитый водопровод боевиками с той стороны. В начале года обстрелы наемников привели к прорыву водопровода. Он ведет из оккупированной Горловки к подконтрольному Торецку. Очень большая жара. На сегодня уже 32-33 градуса. Ясно, что люди получают, поливают. Никуда мы от этого не делимся. Не обязаны поливать, если на этой водомеры. Но получается, положение очень страшное с водой. Прорывы водопровода в серой зоне под Торецком. Там патрули боевиков. Об этой проблеме говорили и во время переговоров в Минске. Есть сторона ДНР, или как называемая российская сторона. Украина дает, не дает та сторона. Захода туда, и поэтому люди не могут зайти. Сами поймите, никто не хочет, что наши люди где-то пострадали, не дай бог погибли. В городе тем временем собираются закрывать детские сады, пока воды хватает. Учреждения оборудованы резервуарами и насосами, которые подкачивают воду. Мы хотим, чтобы не закрывались и не будут, потому как у нас идет подача. По словам городских властей, альтернативный водопровод обойдется до 200 миллионов гривен. Значительно проще отремонтировать трубу во фронтовой зоне под Торецком. Однако, с другой стороны, на это согласие не дают. Геннадий Вивденко, Никита Исайко, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. О выполнении, а точнее невыполнении России и минских договоренностей говорили сегодня главный дипломат Германии Зигмар Габриэль и его российский коллега Сергей Лавров. Глава немецкого МИДа заявил, что он не понимает, почему перемирие на Донбассе ограничивается лишь периодом сбора урожая. Хотя и назвал эту договоренность положительным результатом. Габриэль собирается также провести встречу с президентом РФ Путиным. Повестка дня этих переговоров пока неизвестна. Полуостров строгого режима. Так назвали Крым участники круглого стола, который сегодня устроила в ПАСЭ украинская делегация. Среди спикеров уполномочены президенты Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джимилев, правозащитники и родственники политзаключенных, евродепутаты. Говорили о нарушениях России, Женевской конвенции и игнорировании решений ГАГского суда, а также о войнизации Крыма и судьбе похищенных активистов. В частности, о заместителе главы Меджлиса Ахмета Чайгоза, который уже два с половиной года сидит в Семпериопольском СИЗО. Он заложник, как и многие другие десятки украинских политзаключенных в России. Это заложники. Их надо спасать. И я считаю, что пассивность в этом вопросе крайне опасна. Она, наоборот, разжигает желание российских властей брать новых и новых заложников. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Земельный передел, земельный беспредел. Почему в Кировоградской области больше не хотят видеть полицейских? Однополым браком быть. Почему Меркель вдруг поддержала некрадиционные союзы? И как это повлияет на предвыборную кампанию? И вернемся к одной из главных тем дня. Представление генпрокурора о снятии неприкосновенности и аресте Михаила Добкина. В чем же подозревают нардепа и что он сам думает о происходящем, смотрите в нашем материале. Генеральный прокурор Юрий Луценко просит парламент лишить народного депутата Михаила Добкина неприкосновенности, чтобы задержать и взять под стражу. Причину Луценко назвал на своей странице в Фейсбук. Подозревают нардепа в умышленном сговоре с группой лиц с целью завладения 78 гектарами земли в Харьковской области. Стоимость ущерба Луценко оценивает в сумму 220 миллионов гривен. Сам Добкин назвал выдвинутое подозрение давлением на оппозицию. Написал, что никуда не собирается уезжать и даже отменил запланированную поездку в Иерусалим. А после того, как представление официально будет подано в парламент, пообещал дать развернутое интервью. Еще за 10 дней до нынешнего заявления генерального прокурора я предсказал, что после того, как были пойманы на взятки несколько депутатов, представляющих правовластную коалицию, то власть для баланса будет искать кого-то из представителей бывшей власти, чтобы параллельно вместе с внув проворовавшимися подать тех, кто имеет отношение к предыдущей власти. Напомню, генпрокуратура расследует дело о незаконном выделении земли в Харькове. Речь идет о так называемой кооперативной схеме. Подозревают, что за 6 лет чиновники, в том числе бывший и нынешний мэр Михаил Добкин и Геннадий Кернес, раздали более 650 гектаров. И все своим людям. Создали 90 липовых кооперативов и выделили им бесплатно лакомые кусочки по всему городу, в том числе в центре и в лесопарке. В общей сложности нанесли городу убытков на 4 миллиарда гривен. Если афера будет доказана, причастным грозит до 12 лет тюрьмы. Глава приватбанка Александр Шлопак покидает должность. Об этом одному из интернет-изданий сообщили источники в Минфине. Информацию подтвердили и сотрудники банка. По их словам, Шлопак так и не смог договориться с ЕБРР о том, как вернуть долги бывшего собственника. Решение покинуть приватбанк, по словам источников, было принято из-за того, что вопрос с проблемными кредитами нужно было решить до 1 июля. Без полиции жители Бережинка и Кировоградской области требуют выдворить полицию из их села. Напомню, там уже 2 месяца продолжаются разборки между двумя фермерами за контроль над одним из агропредприятий. Оба привлекли наемных бойцов. Полиция на днях жестко зачистила село от добробатовцев из батальона «Донбасс». Продолжить Елена Брынза. Сегодня возле конторы никого охраняют. Ее несколько десятков донбассовцев. Говорят, будут здесь до конца жатвы. Ночью было тихо. Зранку тут немного полиции приехало. Они более-менее адекватные, нормальные. Они приехали в іншое место. Сейчас они здесь тоже по территории населенного пункта. Селища этого патрулюют. Но так, у нас такие стосунки, скажем так, спокойные. Не маю никаких правокасов. Напомню, позавчера земельный спор между двумя фермерами привел к побоищу между полицией и донбассовцами. Ветеранов АТО в качестве охранников вызвал собственник сельгоспредприятия «Нива-2010», защищаясь от рейдерской атаки предпринимателя из Днепра, за которым якобы стоит нардеп от Народного фронта Юрий Береза. А полиция попыталась задержать донбассовцев, применяя силу и спецсредства. В ответ на их действия селяне потребовали, чтобы бойцы спецбатальона покинули контору сельгоспредприятия. Сегодня машина с полицейскими стоит за 200 метров от конторы, возле детской площадки. По селу все время курсируют служебные машины, но местные жители все равно негодуют. Утром несколько десятков человек снова пытались прогнать полицейских из Бережинки. Полиция из села не уйдет, заявили сегодня в областном главке. На данный момент нас полиция области открыли уголовное производство, незаконное присвоение имущества предприятия. Подозреваемых в деле пока нет. А вот правомерность действий самих полицейских при попытке выдворить из села Донбассовцев расследует уже областная прокуратура. В то же время уже завтра беспорядки могут вспыхнуть в Кропивницком. Фермеры со всей области, возмущенные тем, что правоохранители не противодействуют рейдерским захватам, планируют провести масштабный митинг под зданием облгосадминистрации. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кировоградская область. Лидер социал-демократов Сергей Каплин намерен подать в суд на нардеп от радикальной партии Игоря Мусейчука за клевету. Напомню ранее, последний обвинил руководителя Полтава Фарм Валерия Пятка в том, что он якобы нанес предприятию колоссальные убытки. КРУ провело расследование на предприятии, согласно с заявками Мусейчука. Вердикт КРУ наступный. За час деятельности депутата от социал-демократической партии, руководителя Полтава Фарм Валерия Пятка, никаких ограничений и убытков предприятий не нанесено. Подприятие Полтава Фарм подает позов на Мусейчука. Будем подавать позовы до высшего административного суду с тем, чтобы Генеральная прокуратура повторно внесла подание на снятие депутатской недоторканности. В Николаеве погорел на взятке инспектор рыбоохранного патруля, причем задержанный, пытался скрыться от полиции в плавь. Чем закончилась водная погоня, расскажет Кирилл Ющишин. Все произошло несколько часов назад. На причал рыбоохранного патруля ворвались сотрудники УБ. Они пытались задержать начальника оперативного сектора управления госагентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николая Марченко. По версии полиции, минуты ранее он получил взятку от предпринимателя, который занимается промышленным выловом рыбы. Это была ежемесячная плата 10 тысяч гривен за то, чтобы рыбинспекция не проверяла предприятие. Но увидев полицейских, Марченко прыгнул в воду и пытался скрыться. Оперативники не растерялись и последовали за ним. В итоге подозреваемого задержали. Полиция комментариев пока не дает. Дело в том, что инспектор рыбоохраны тоже сотрудник правоохранительного органа. А значит, дело должна вести областная прокуратура. Там нам сообщили, что материалы дела получат сегодня вечером. А в рыбоохранном патруле заявили, что полицейские действовали незаконно. Ни постановления суда, ни постановления следователя для проведения данных оперативно-розыскных мероприятий они не предоставили. Мы обратились на горячую линию Генеральной прокуратуры Украины. На сегодняшний момент, на данный момент, наше обращение зафиксировано. Мы вызвали также патрульную полицию. После заплыва и задержания Марченко стало плохо. Его увезла скорая помощь. Как рассказали нам в полиции, за рыбинспектором следили уже не один месяц. И собрали достаточно доказательств. Завтра суд будет избирать ему меру пересечения. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Знаменитые николаевские мажоры, которые почти год назад устроили массовую драку прямо на улице, сегодня спровоцировали ДТП. Буквально до вчерашнего дня они находились под домашним арестом. Сегодня срок меры пресечения истек и сразу результат. Мажоры совершили обгон на перекрестке и подрезали другой автомобиль. Обе машины получили повреждения. Сегодня вечером должно было состояться очередное рассмотрение меры пресечения для дебоширов, но суд перенесли на завтра. Напомню, драка произошла в августе прошлого года. Сначала мужчины напали на таксиста, а затем избивали прохожих. Пять экипажей полиции не смогли с ними справиться и в итоге отпустили нарушителей. Дело открыли лишь после того, как оно получило общественный резонанс. В Черкасской области могут перекрыть междугородние трассы. Причина – состояние дорог. Последние 15 лет их никто не ремонтировал, поэтому жители нескольких сел готовы выйти на акцию протеста. Подробнее в нашем сюжете. Стена этого дома обвалилась неделю назад. Причиной всему – невыносимая вибрация от машин, говорит хозяйка – жительница Галагановки. Через село проходит трасса государственного значения, соединяющая Черкасскую, Полтавскую и Кировоградскую области. Раньше фуры объезжали село Подамби между Тясменом и Днепром, но переправу полтора месяца назад закрыли для проезда транспорта. Она аварийная. Еще с момента строительства Тясменская плотина должна была выполнять исключительно водозащитную функцию. Переправу в конце 60-х планировали организовать чуть выше под Днепру, но мост так и не построили. А саму плотину от сверхнагрузок сейчас может прорвать в любой момент. Когда ее закрыли, весь поток транспорта двинулся через Тецовку, Галагановку и Чигирин. Это может добить и без того плохие дороги и дома селян. Они же ездят по 40-60 тонн, это же прекрасно знаете. А сколько там его положено везти, то вы знаете, его никто не дотримает. Разгрузить Чигиринское направление могла бы и эта трасса областного значения через Тараса-Григоровку. Но здесь та же проблема. Дорогу не ремонтировали уже добрых 15 лет. Местные жители говорят, из-за ям сюда отказываются приезжать даже скорая. Время от времени люди сами их латают. Они не хотят тут жить, потому что это наша. Они народились тут. Селяне уже твердо решили, будут перекрывать дорогу. Глава райадминистрации говорит, людей понимает, ведь и сам ничего с этим поделать не может. Показывает целую пачку. Это переписка с инстанциями разного уровня. О помощи в ремонте трасс. Областные дорожники заняться им готовы на условиях софинансирования, но в местном бюджете на это нет денег. А ремонтировать плотину они и вовсе не имеют права. 1,9 километра есть на балансе управления водных ресурсов. Служба автомобильных дорог не имеет права использовать свои деньги на ремонт данной дамбы, потому что она не в них на балансе. Завтра чигиринские чиновники направят письмо с просьбой дать денег на ремонт дорог и плотины в Кабмин. Если правительство не поможет, то, предупредили селяне, перекроют дорогу на неопределенный срок. Ольга Иванченко, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканала Интер. Черкасская область. В Польше эвакуировали почти 600 пассажиров поезда Варшава-Берлин из-за сообщения о бомбе. Неизвестно отправили его на адрес электронной почты польской железной дороги. Поезд остановили на станции Могильно. Движение на этой ветке прекращено. Полиция проводит обыск вагонов с помощью служебных собак. Пассажиров временно разместили в здании местной школы. Неспокойный сенат американских парламентариев. Что ни день, то новый повод для волнений. Кого арестовали у стен Капитолия? С последними новостями из Вашингтона Дмитрий Анопченко. 40 человек арестовала полиция Капитолия просто у стен знаменитого здания. Слишком уж шумной оказалась акция протеста, которую устроили противники Трампа. Хоть и собрались на нее в основном женщины. В руках у них плакаты «Не забирайте здравоохранение». Америка расколота. Богатые поддерживают отмену Обама Кэр. Мол, не хотим платить за бедных. А те, у кого доходы скромные, опасаются остаться вообще без медицинской помощи. Отменить главную реформу жизни своего предшественника Дональд Трамп пытается давно. И пока что ему не хватает всего лишь нескольких голосов. В том числе и представителей своей же собственной партии. А вот что касается военного бюджета, то тут ни проблем, ни противоречий практически нет. Новая команда намерена сократить все, что можно. Но направить деньги армии. И находит поддержку. Сенатский комитет по вооруженным силам. А в нем и демократы, и республиканцы сейчас без проблем одобрил военный бюджет страны 2018. Крупнейшее повышение военных расходов со времен Рейгана Пентагону выделят 640 миллиардов долларов. И еще дополнительно 69 миллиардов на проведение военных операций за рубежом. Это в 20 с лишним раз больше, чем бюджет всей Украины. При таком огромном военном бюджете смогут ли Соединенные Штаты оказать финансовую помощь Украине? В документах Конгресса, которые мы сегодня получили, содержится ответ на этот вопрос. Там предусмотрено в отделении Киеву порядка 500 миллионов долларов военной помощи. А еще есть отдельная строчка о выделении летальных вооружений. Комитет Маккейна эти нормы сейчас поддержал. И по прогнозам их поддержит и зал. А вот что касается оружия, последнее слово будет за Дональдом Трампом. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. Послы стран Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом в Твиттере написал брюссельский корреспондент радио «Свобода» Рикард Йозвик. По его словам, окончательное соглашение утвердят 11 июля, а в силу оно вступит с 1 сентября. Цена Брекзита. Выход Великобритании из Евросоюза может нанести ущерб бюджету ЕС в 20 миллиардов евро. Об этом заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. По его словам, британцы больше вкладывали в общую казну, чем получали. После Брекзита, считают, Еврокомиссар наполнять бюджет ЕС придется в том числе за счет дополнительных налогов. Дурак для всех. Завтра немецкий Бундестаг рассмотрит законопроект об однополых союзах. В повестку дня вопрос внесли в последний момент буквально на этой неделе. К чему такая спешка и чего ждать от немецких депутатов, расскажет Татьяна Лагунова. Этот законопроект в ближайшие месяцы вообще не планировали выносить на голосование Бундестага, но вмешался случай. В начале недели Ангелу Меркель, которая участвовала в одной из публичных дискуссий, спросили, когда же будут браки для всех. Я бы хотела направить дискуссии в такое русло, чтобы решение принималось по зову совести, а не исходя из того, у какой политической силы больше голосов. Такой ответ – лучший подарок для главных соперников Ангела Меркель на будущих выборах и сторонников однополых браков социал-демократов. Они сразу же внесли законопроект в повестку дня. Несмотря на то, что пока еще СДК в коалиции с консервативным блоком Меркель и клятвенно обещали партнерам в этом созыве щекотливую тему не трогать. Голосование по зову совести не нужно откладывать. Решение можно принять уже на этой неделе. Совесть нельзя ограничивать временными рамками. Расклад сил в немецком Бундестаге Ясен за будут голосовать социал-демократы, левые и партия зеленых. Традиционно против консерватора из ХДС, ХСС. Но поскольку голосование решили сделать поименным, а почти 80% немцев поддерживают однополые союзы, то и многие христианские демократы могут сказать браком для всех «да». Тем более, что сама канцлер разрешила не соблюдать партийную дисциплину. В любом случае, уже понятно, законопроект будет одобрен. И в любом случае, больше других выиграет от этого Ангела Меркель. Сторонники традиционных ценностей на будущих парламентских выборах все равно проголосуют за христианских демократов. Зато канцлер сможет завоевать голоса тех, кто всегда считал ее партию слишком консервативной. Да и точку в этом вопросе поставит лишь Конституционный суд, одобренный политиками законопроект. Передадут туда на рассмотрение. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Настоящие порталы времени в самом центре Нью-Йорка и почему австралиец вживил себе в руку проездной. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Настоящие порталы времени на Таймсквер в Нью-Йорке. Путешествовать в прошлое можно вот в таких телефонных будках. Сняв трубку, можно услышать истории жителей города, которые в свое время прибыли в город Яблоко в поисках лучшей жизни. Оригинальная идея принадлежит американскому художнику. Аман Маджадиди, еще ребенком в 60-х годах, 20 века эмигрировал вместе со своей семьей из Афганистана в США. Человек-паук приехал на премьеру блокбастера на новом Ауди А8. Таким образом, компания впервые продемонстрировала публике флагманский седан нового поколения. Правда, интрига все-таки сохранилась. Машину представили в специальном паущем камуфляже. Полностью новинку рассекретят уже 11 июля в Барселоне. Первый мобильный телефон без аккумулятора создали в США. Вместо стандартного источника питания в нем установлен микроволновый резонатор. Цифровая станция подключается к мобильной сети, а получаемый сигнал также преобразуется в энергию для питания мобильника. Сейчас у телефона есть только кнопки и светодиодный индикатор. В дальнейшем авторы разработки хотят установить туда ЕИНК-дисплей для отправки и получения СМС. Австралиист, который называет себя биохакером, решил вживить под кожу собственный проездной. Для этого он просто обрезал чип от проездного и упаковал в бессовместимый пакетик. А потом воспользовался услугами мастера татуажа. Если кто-нибудь украдет мой кошелек, я все равно без проблем доберусь домой, утверждает мужчина. Местные власти новаторства не оценили. И не исключено, что проездной вообще заблокируют. Астрономы впервые обнаружили пару черных дыр, которые вращаются вокруг друг друга. Их разделяет расстояние около 24 световых лет, однако они связаны гравитационно. Каждые 30 тысяч лет черные дыры совершают полный оборот друг вокруг друга, но движутся настолько медленно и так удалены от нас, что до сих пор считалось невозможным зарегистрировать это вращение. Их общая масса превышает массу Солнца в 15 миллиардов раз. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробностей. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok